Всем привет! В этом видео мы узнаем реальную, хоть и немного поехавшую историю SCP-990 Человека из Снов. Какие же SCP самые крутые? С крутой историей и интересными персонажами? Мне кажется, это те, которые связаны с реальными вещами из нашей жизни. И вот одна из таких. В январе 2006 года пациентка, известного психотерапевта, нарисовала лицо человека, которого видела во сне. Человек из сна давал женщине советы относительно личной жизни. Женщина была очень напугана, ведь такого человека она никогда до этого даже не встречала, а знал он о ней все. Психотерапевт оставил у себя на столе портрет, нарисованный этой женщиной. Этот портрет увидел другой пациент и заявил, что знает этого человека из снов. Он тоже посещал его. Доктор стал показывать изображение сотрудникам класса D. То есть я имею ввиду пациентам клиник. И около двух тысяч из них сказали, что видели этого человека в снах. Реального человека с такой внешностью найти не удалось, хотя рождь какая. В 2009 году был открыт такой вот сайт, чтобы собирать свидетельства этого явления. Незнакомец из снов был назван просто «Этот человек». На сайте люди описывают свой опыт встречи с этим человеком. Например, такое. Первый раз, когда мне приснился сон, это было после сложного рабочего дня. У меня был сон о том, что я потерялся в огромном торговом центре. Внезапно появился этот человек, и я побежал от него. Он гнался за мной, наверное, час, а потом я оказался у стены детской зоны торгового центра. В этот момент он улыбнулся мне и показал, как пройти к кассам. Я сразу проснулся. С тех пор каждый раз этот человек снится мне и показывает путь из запутанных снов, после чего я просыпаюсь. Или, например, вот такой сон. Я видел этого человека в трех разных снах. Он несколько отличался от картинки, но я сразу узнал его. Он неожиданно появлялся и пропадал, но каждый раз одинаковым образом. Каждый раз он говорил «все кончено». Это повторялось раза три в каждом сне. Отличия от картинки были такими. Его волосы были длиннее, брови не такие густые, но не считая этого, это был точно он. Я не паялся его, скорее хотел задать много вопросов. На этом сайте также было описано несколько теорий этого явления. Люди предполагали, что это архетип коллективного бессознательного. Некоторые предполагали, что это человек, путешествующий по снам. Некоторые даже представили, что это некоторое божество. Слава о человеке, который увидит во снах, вышла далеко за пределы интернета. Сначала какие-то люди по всему миру начали развешивать объявления, в которых была информация об этом человеке. Не обошло это и Россию. В Ростове появилось достаточно много таких объявлений. Очень скоро этот мужик стал целым культурным явлением. Сначала он появился в качестве пасхалки в сериале X-Files. Так что истина уже где-то рядом. После этого волну безумия было не остановить. Татуировки, поехавшие фигурки, криповые анимации. И даже какие-то японцы, делающие на него косплей. Хотя некоторым и косплеить не надо. Конечно же быстро нашлось куча типов с абсолютно похожей внешностью. Кстати, теперь я определённо сделаю в следующей версии своей игры по SCP пасхалку на этого человека. Ссылка на игру есть в описании. Играйте и поддерживайте канал. Так вот, отовсюду вылезла куча знатоков, которые взялись объяснять этот диковинный феномен. Магов, значит, всяких экстрасексов или как их там. Просто людей с плашкой эксперт. Они с важным видом стали накидывать умных слов в уши зрителям. Но тут-то всё это мракобесие резко и кончилось. Внезапно как-то выяснилось, что весь этот прикол создал социолог, рекламщик, боевой марксист, уфолог и просто весёлый итальянец Андреа Нотелло. Он основал неофициальное рекламное агентство, название которого переводится как партизанский маркетинг. Примерно так же можно охарактеризовать его бизнес-модель. И этот человек, который из снов, это наиболее успешная из его акций, или даже партизанских операций, вернее сказать. Понятно, что вся эта история от начала и до конца была придумана им самим. Права на этот образ были в итоге проданы компанией Ghost House Pictures. Надо думать, недёшево, такой-то размах. Насколько я понял, эта Ghost House Pictures собиралась снять фильм про этого человека, но фильм так и не был снят. Жаль, наверное, занимательное кино бы получилось. На этом, казалось бы, всё должно бы и закончиться, но нет. Узнав эту историю, куча людей начала описывать свои сны с этим человеком. Например, вот что написал какой-то мужик из Сирии в июле 2018 года, через 10 лет после начала этой акции. Мне снилось, что я собрался стричься. Но вместо обычного парикмахера я пошёл к другому, тому что ближе к дому отца. Парикмахером оказался этот человек. Я чувствовал себя некомфортно, но он выглядел приветливым и гостеприимным. Я сел, и он начал, как обычно, стричь мою голову. Но тут из-под одежды он достал нож. Я был страшно напуган, но мой ум начал реагировать быстро. Он двигал ножом медленно, как бы не видя меня. Я схватил бутылку парфюма и разбил об его голову. Он начал бегать за мной по магазину. Дверь оказалась закрыта. Он приблизился, и я схватил машинку для стрижки со стола. Включил самую высокую скорость и перерезал его горло перед тем, как убежать. Я проснулся счастливый. И таких снов в интернете на самом деле достаточно много. Буквально их можно найти тысячи. Так что этот человек, однажды придуманный как смелая маркетинговая идея, стал вполне себе самостоятельным явлением. Неким массовым безумием. Архетипом, который может увидеть во сне каждый. Может однажды кто-то из вас увидит в своем сне этого мужика. А если уже видел, то пусть напишет об этом в комментариях к этому видео. Всем хорошей смены в вашей зоне содержания. И пока.